Добро пожаловать на канал MagicSand. Меня зовут Виктория и сегодня я расскажу об аромате парфюмерного дома Мартины Миколев под названием Гаяк. Уже по самому названию можно понять, какая нота преобладает в этом аромате. Да, это гаяковое дерево. Само дерево произрастает в Южной Америке и его масло широко используется в парфюмерии. Если вы хотите представить запах гаякового дерева, вообразите себе аромат чайной розы с легким оттенком дыма и добавьте туда немного фиалки. Вообще аромат гаякового дерева это мягкий обволакивающий древесный запах с легкой восточной пряностью, сладкий и смолистый дарный. В целом аромат считается мужским, но я бы отнесла его в категории унисекс, потому что он прекрасно раскрывается на нежной женской коже. Аромат выпущен в 2005 году парфюмером Жаном Клодом Осьером. Аромат относится к группе древесные. Несколько минут назад я нанесла его на запястье и сейчас я четко ощущаю перечные нотки. Возможно это бергамот и черный перец. Фирогрантика говорит нам, что ноты сердца здесь это жасмин и гвоздика. И действительно я ощущаю здесь цветочные ноты, но моему носу очень сложно распознать здесь жасмин. В базе я ощущаю гаяковое дерево, амбру и ваниль. Хотя конечно гаяк и ваниль очень четко ощущаются с первых момент соприкосновения с кожей. Я бы носила этот аромат осенью или зимой в дневное время суток, а вот для лета этот аромат может показаться слишком навязчивым. Однако зимой он прекрасно согреет своими древесно-ванильными нотами. Как и все ароматы дома Миколев, этот парфюм очень стойкий и держится на коже весь день. На протяжении всего этого времени ощущается очень легкий шлейф. Для меня этот аромат достаточно уникален. Ничего похожего я раньше не встречала. Тем не менее фрагрантика приводит нам несколько похожих ароматов. Это парфюм от Fendi Teorema и Hermes & Svitiver Tonka от Hermes. Для меня это аромат теплых коричневых оттенков и горячих пряных напитков в зимнее время года. Картинка, которая ассоциируется у меня с этим ароматом, это уютный загородный дом, приглушенный свет, кожаная дорогая мебель и камин с потрескивающими в нем поленьями. Парфюм может подойти статусному мужчине за счет наличия спокойной древесно-табачной ноты. Также он подойдет романтику благодаря чувственной ваниле и легкой сладости. Что касается женщин, я вижу активную уверенную в себе личность в стиле деловой casual. Но если отойти от гендерных различий, это спокойный уравновешенный человек с теплыми оттенками цветов в образе, возможно, цветотипа зима или осень. Вообще, я достаточно редко встречала ароматы с настолько выраженной нотой гаякового дерева. Если у вас был опыт общения с подобными ароматами, поделитесь этим в комментариях. Не забудьте подписаться на канал Magic Sands, чтобы не пропустить следующие видео о нестандартных ароматах. Субтитры создавал DimaTorzok